...своей предшественницы, вышедшей в далёких девяностых. Завязка похожа на старый, проверенный временем приём а-ля Master of Orion. Нам дают бразды правления только что вышедшей в космос расы, и тут же бросают в бой за выживание. В конце 2009 года студия Neutronium Games и Matrix Games выпустили космическую стратегию в позабытом в последнее время жанре четырёхмерной стратегии OX. В борьбе за галактический трон участвует 12 рас, совсем недавно вышедших в межзвёздное пространство. На деле это означает, что каждая раса начинает с одной планеты дома и постепенно начинает экспансию сначала на другие планеты своей Солнечной системы, а потом и устремляет свои взоры на другие звёзды. Естественно, столкновение интересов разных рас неизбежно, всякое количество пригодных для обитания планет весьма ограничено. Тут-то и начинается самое интересное. Гонки вооружений, космические бои, дипломатические интриги и многое другое. Системные требования игры таковым. Процессор на частоте 2 ГГц. 128 ГБ видеопамяти, 2 ГБ на шёстком низке и 2 ГБ оперативной памяти. Как уже говорилось, начинаем мы с одной планеты. Но задерживаться на ней не стоит. В начале игры развитой домашний мир лучше всего сразу поставить на службу науки. И естественно, построив перед этим пару-тройку колониальных кораблей. Игровой процесс построен таким образом, что с первых же минут настраивает игрока на стратегический лад мышления. Излишне увлёкшись аграрными и промышленными ресурсами, вы можете не заметить, как у ваших пограничных районов появится вооружённый до зубов флот противника. Напротив же, если все ресурсы бросать на содержание флота, но никак его при этом не использовать, со временем ваши планеты истощатся и бороться придётся уже не с внешним врагом, а с восстаниями на ваших мирах. Безусловно, мы рассказали лишь о малой турике геймплея Армада 2526, за который мы ставим заслуженные 5 баллов. Графический ряд космических стратегий никогда не являлся основной фишкой игроподобного плана. Однако влияние дизайнера серии Total War достаточно заметно. И проявляет себя в первую очередь в масштабных космических боях, где сходятся Армады враждующих рас. Зрелище поистине замораживающее и построено по всем канонам, заложенному ещё во времена Хоумболт. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Что касается звука, то здесь в первую очередь хочется выделить саундтек. Мрачные и неторопливые композиции отлично вписываются в происходящее на экране, а спецэффекты, напротив, используются вполне тривиальные. Наша оценка звукового сопровождения 4 балла. Заглавная фишка Армада 2526 – это способность каждой цивилизации следовать своим уникальным путём развития. Если вы сосредоточите свои усилия на исследовании в области маскировки, со временем можете получить компактный и убийственный флот кораблей-невидимок. Если же направите свои усилия в экономику, со временем без единого выстрела сможете ставить врагов на колени с помощью политики экономического доминирования. Наша общая оценка Армада 2526 – 5 баллов. Армада 2526 понравится тем, кто в своё время просиживал штаны за Master of Orion и Galactic Civilizations. Помимо космических битв, тут присутствует весь спектр инструментов – дипломатия, экономика, научные исследования и многое-многое другое. А для того, чтобы узнать, как достигнуть глобальной цели вселенского могущества, смотрите наши ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. Как в игре проектировать собственные типы кораблей? И есть ли тут какое-нибудь подобие того, как это было реализовано в Remember Tomorrow и Space Empires? Отвечаем. Такой возможности в игре нет. Авторы решили, что стандартного набора кораблей хватит с лихвой. Однако, имейте в виду, что стандартные типы кораблей можно улучшать при помощи определенных метров технологического треба развития. Внимательно читайте описания новых технологий и обращайте внимание на те из них, которые оказывают влияние на ваш космофлот. Следующий вопрос. Я никак не могу взять штурмом большой промышленный центр противника. Весь флот разогнал, но планета все равно не сдается. Что делать? Отвечаем. Видимо, на планете противника – отлично организованная система противовоздушной обороны. Так часто бывает, когда речь идет о домашних мирах или важнейших стратегических пунктах. Попробуйте кораблям десанта добавить несколько боевых линкоров, которые возьмут на себя орбитальные защитные станции и оттянут часть огня с земли. Или же просто увеличьте количество наступающих. Соотношения три к одному вполне хватит для успеха операции. Point Blank – это бесплатный корейский онлайновый шутер. На входе в русскую версию вас приветствуют фигуры террориста в разгрузке – вязаной шапочке, темных очках и с автоматом. Рядом возвышается внедорожный хаммер. Картина настолько кичевая, что сразу становится непонятно, серьезно ли настроены разработчики из-за петта. Или это такая целенаправленная пародия на Counter-Strike. Механика Point Blank примитивна. Все интеллектуальное содержание сводится к бесконечным прикинкам команды спецназовцев и команды террористов. Здесь не слышно о таких тонких тактических маневрах, как использование укрытий или выглядывание из-за угла. Можно только бегать, прыгать, стрелять и бросать гранаты. Прицелом в Point Blank пользуются одни снайперы. Все остальные игроки навскидку поливают друг друга из штурмовых винтовок и пистолетов-пулеметов. Собственно, у Point Blank всего два козыря. Жуткая динамика. Временами кажется, что вы играете в Counter-Strike в режиме ускоренной перемотки. И полнейшая несерьезность происходящего. После того, как вы первый раз входите с калашниковым на осадного голема, вам станет трудно с серьезным видом рассуждать о тактико-технических характеристиках представленного в игре оружия. Ну в какой еще игре можно увидеть спецназ, сражающийся с командой террористов на карте из Lineage 2? Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц. 128 МБ видеопамяти и 2 ГБ свободного места на жестком диске. Оперативной памяти потребуется 2 ГБ. Четкого деления на классы в Point Blank нет, но есть развитие персонажа по нескольким специализациям. В зависимости от открытого оружия и бонусов, сражающиеся делятся на снайперов, штурмовиков и на летчиков. Первые прикрывают команду издалека, вторые воюют на средней дистанции, третьи залетают в комнату и в упор расстреливают врагов из пистолетов-курементов, которые в русской версии почему-то называются автоматами. Есть еще смежные профессии. Диверсант, пулеметчик, инженер, подрывник. Но в целом бой строится на взаимодействии между бойцами трех основных профессий. Хотя чаще бывает полное отсутствие всякого взаимодействия. Стройка за геймплей. Выглядит проект неплохо, учитывая тот факт, что игрушка бесплатная. Приличные модельки, довольно-таки качественные текстуры. Особое внимание разработчики уделили внешнему виду бойцов. Когда мы покупаем в магазине оружие, там имеется милейшая опция-примерка. Вам просто демонстрируют, каким орлом будет выглядеть ваш боец со свежекупленным автоматом в руках. Перестрелки — это, конечно же, самое главное. Стройка за графическое оформление. Звуковая атмосфера игры достаточно проработанная. Каждый автомат, пистолет, граната бабахаются своим звуком. И остались в стороне другие звуковые эффекты. Гул трампая, подложка, атмосфера улицы, звуки бьющегося стекла. Четверка за музыкальное сопровождение. Поинт-бленд, как и в любом другом приличном онлайновом шутере, можно рубиться и так, без всякой дополнительной мотивации. Развитие и кастомизация персонажа, покупка оружия и выполнение индивидуальных миссий в поинт-бленд нужны лишь для того, чтобы игра хоть чем-то отличалась от других онлайновых шутеров. И все-таки расти в ранге приятно. Открывается новое оружие, получается скорострельность и скорость передвижения, снижается отдача, увеличивается процент попадания в цель. Хотя в столь бесхитростном шутере это все равно мало влияет на итог сражения. По замыслу коварных корейцев, незамысловатый онлайновый шутер Point Blank это машина для выкачивания денег через микротранзакции. Но до тех пор, пока вещи, купленные за реальные деньги, не начнут оказывать влияние на баланс, Point Blank можно пользоваться. Это быстрый, несложный шутер с приличными картами и возможностями карьерного роста. Ну а теперь наши ответы на ваши вопросы по игре Point Blank. Первый вопрос. Помогите. Никак не могу понять, почему некоторое оружие недоступно для использования. Отвечаем. Оружие может быть недоступно, если вы еще недостаточно прокачаны. Зарабатывайте как можно больше очков на уровне, они откроют вам доступ к новым возможностям. Следующий вопрос. Играю на карте Lineage 2. Здесь есть непонятные кристаллы, которые висят в воздухе. Что это за кристаллы такие? Отвечаем. Это самый обычный телепорт. Забегайте в него и телепортируйтесь в другое место. Следующий вопрос. Расскажите. А для чего здесь нужны очки опыта? Отвечаем. За набранный опыт дают ранги. От старшего кадета до старшего лейтенанта. Заработав нужный ранг, можно открыть новое звание по избранной специальности. Новичок, бывалый, опытный, младший офицер, специалист. А потом особое для каждой ветки финальное сверхзвание. И снова City Interactive. Всеми любимая и глубоко уважаемая студия разработчиков компьютерных игр. Еще бы игры они делали такие, которые можно было бы уважать и назвать любимыми. К сожалению, игра, которую мы сейчас вам покажем, никак не может понравиться. Встречайте. Wolfshines 2. По-немецки, Wolfshines это волчий бастион. Так назывался комплекс бункеров, построенный по приказу Гитлера на территории Северной Польши. В конце войны эта неприступная цитадель была убежищем фюрера и его ближайшего окружения. В 1944 году группа немецких офицеров организовала заговор, целью которого было убийство Гитлера и прекращение губителя для Германии войны. Вы глава этого заговора и должны прорваться сквозь охрану фюрера, чтобы своими руками избавить мир от антихристовоплотений. В основе сюжета лежит история покушения на Гитлера в июле 1944 года. Место действия территория Германии и оккупированной Польши. Вам будут противостоять солдаты и офицеры вермахта, гестапо, немецкие команды, партизаны и сторожевые собаки. Модели оружия созданы при реальном прототипом, состоявшим на вооружении германских войск. Все это, конечно, здорово, но игра, мягко говоря, не удалась. Впрочем, ничего другого и не ждали. Рекомендуемые системные требования. Процессор с частотой 2,5 ГГц, 256 МБ видеопамяти и 7 ГБ на жестком диске. А также 1 ГБ оперативки. Игровой процесс ужасен до безобразия. Мало того, что игра линейно, как две непересекающиеся параллельные прямые, так разработчики умудрились сделать корявое управление. Точнее, собственно, управление нормальное. Но поведение персонажа и ощущения игрока просто ужасны. Передвигается наш герой еле-еле. Бегает тоже, не шибко быстро. Попутно цепляясь за все, что можно, и постоянно останавливаясь. И вроде интересно опробовать новые стволы. Да все портит реализация проекта. В общем, игровой процесс вряд ли заинтересует хоть кого-то. Это одна из худших игр всем известных разработчиков. Мы ставим кол за геймплей, чтобы они обыкались, эти разработчики. Мне интересен не только игровой процесс. Внешний вид игры также умудряется вызывать стешнотворное ощущение. Причем в прямом смысле слова. Если вас сейчас не укачивает, то поверьте нам, во время игры, происходящая на экране, на полном серьезе расшатывает вестибулярный аппарат. Почему это происходит, непонятно. Но проверено на нескольких уже зеленых редакторах нашего проекта. Остальные отказались от сомнительного удовольствия. Мы ставим целых два балла за графику. Только за безудержное стремление разработчиков к совершенству. Надо же с чего-то начинать. Что интересно, за звук можно поставить даже троечку. Но это нисколько не восхваляет достижения дворцов. Просто объективная оценка труда композиторов и других звукорежиссеров, актеров и же снимем. А вам мы предлагаем прослушать небольшой фрагмент из игры и самостоятельно оценить звук. Вольф Шанс 2 Вольф Шанс 2 – безалаберная поделка в духе студии с уже ругательным названием «Сити Интерэктив». Никудышное управление, скучное действие и унылый внешний вид напрочь подавляют любое желание играть в это творение. Одну единственную звезду получает сегодня эта игра в нашем виртуальном крыш-тесте. И то много. Да уж, потрудились разработчики «Сити Интерэктив» на славу. И слава эта идет впереди их игр. Снова мы получили унылый прямолинейный шутер с невнятным поведением персонажа и слегка укачивающим действием на экране. Надеемся, что наши ответы на ваши вопросы по прохождению помогут отважившимся пройти это недоразумение до конца. Первый вопрос. Но только если не смотреть на мини-карту в левом нижнем углу. На ней хорошо видно план комнат, а красные точки указывают ваш дальнейший путь. Следующий вопрос. «Никак не могу пройти уровень. Меня постоянно валят крицы. Ничего не получается сделать. Как лучше валить врагов? Может тактика какая-то есть? Отвечаем. Ничего особенного в этой игре делать не нужно. Стреляйте точнее и первыми. Используйте гранаты как приманку. Но если никак не получается пройти какой-то момент, попробуйте использовать укрытие. Для этого нужно прийти из-за укрытия, но желательно выглядывать из-за него, используя на английской раскладке клавишу Q и клавишу E. После такого нехитрого приема у вас, скорее всего, все получится. Игра, о которой сейчас пойдет речь, это не просто стелс-экшен про черно-белый оккупированный фашистами Париж. Это, возможно, последний шанс студии Pandemic на реабилитацию. The Sabatür – проект, сделанный, что называется, на совесть. Sabatür – стелс-экшен в открытом монокромном мире. На улицах захваченного дьявцами Парижа главный герой мстит убийством своих друзей, попутно избавляя город от оккупантов. По мере того, как оккупанты покидают районы, в отдельный квартал возвращается цвет. Вид города, где цветные обинюк пересечены черно-белыми – вот главная особенность Sabatür. Шон, так зовут главного героя, вполне может претендовать на звание одного из самых колоритных персонажей игр о Второй мировой войне. В отличие от многочисленных безликих капитанов, он обладает весьма яркой внешностью и не менее выдающейся биографией. Его прототипом послужил реально существовавший боец сопротивления, который в мирное время был автогонщиком. Этот факт биографии самым непосредственным образом отразится на геймплее. Во-первых, в нашем распоряжении будут разнообразные машины. Грузовики, джипы, экзотические гоночные валиды и даже танки. Как и в любом сэндбокс-экшене, транспортные средства можно будет менять на ходу, угонять их у противника. Во-вторых, в игре будут самые натуральные гоночные эпизоды. Один из врагов Шона, Кур Диркер, станет и у соперника на гоночном треке. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц. 256 ГБ видеопамяти и 5,5 ГБ на жестком диске. Оперативной памяти потребуется 2 ГБ. Оперативной памяти и 5,5 ГБ. Там уж будь что будет. Похитив документы или заложив взрывчатку, можно не таясь сматываться с вражеской территории. Снести ворота грузовиков, например. Пятерка за геймплей. Больше всего внимания разработчики уделяют внешнему виду саботир. Ради детализации им пришлось отказаться даже от первой системы разрушений. Разработчики спроецировали на игровое пространство карту Парижа. Затем выбрали 50 самых узловаемых достопримечательностей и расставили их в соответствии с реальной планировкой города. Пятерка за внешний вид. Что касается музыки, то она полностью соответствует тому времени и пространству, в котором предстоит действовать игроку. Пятерка за звук. Пятерка за звук. Изначально у Саботир было мало шансов на успех. Его ждала конкуренция с Assassin's Creed и Splinter Cell Conviction. Первый оказался великолепным историческим боевиком, но геймплей не смог оправдать многих ожиданий. Саботир за это время обзавелся внушительным списком уникальных достоинств. И вышло, что второй такой игры сегодня просто нет. Готовьте ваш французский разговорник. Пятерку получает игра, да и с Саботиром. Если кому вдруг станет интересно, есть версия The Sabature, точнее одно такое дополнение. The Midnight Show. Но только для взрослых. Там можно увидеть парижскую ночную жизнь, так сказать, без купюр и без лишних лоскутков ткани на различных частях тел. Откуда я это знаю? Ну, вопросы от телезрителей всякие приходят. Приходится отвечать? Первый вопрос. Я ничего не понимаю. Стоит мне показаться на улице и пройти пару кварталов, как меня тут же убивают, что я не так делаю. Отвечаем. Спокойно перемещаться можно лишь у себя в районе, там, откуда вы уже выгнали фашистов. А местное население вышло на улицы и готово оказать сопротивление. Но даже цветные улицы все еще патрулируют нацисты. Просто сил у них заметно меньше. А в захваченных черно-белых частях города на помощь врагам тут же придет подкрепление. Следующий вопрос. Что делать с фашистами, которые начинают избивать Шона? Драться с ними вообще никак не получается. Что делать? Отвечаем. На самом деле в трудную минуту Шон способен крепко переложить врага в челюсть. В игре имеется разнообразная система ближнего боя. Удары разного рода, захваты и комбо. Используйте их чаще, так как фашисты дерутся очень не глупо, слаженно и подло. Один может схватить вас сзади, а другой в этот момент начнет методично отбивать герой почки. Так что советуем вам начать отрабатывать удары с самых первых миссий. Даже если решить проблему можно одним выстрелом. В дальнейшем умение увернуться от удара может вам здорово помочь. Шайц. На сегодня, думаю, хватит. Игр так много, а эфирного времени, как всегда, не хватает. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог. И задавайте мне вопросы. Будем общаться. Вап.муздфизтв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobacomuzdfistv.ru Мы обязательно все посмотрим и по возможности максимально оперативно ответим на ваши письма. До скорого.